Сто лет назад, с 29 октября по 4 ноября 1918 года, был проведен первый Всероссийский съезд Союзов рабочей и крестьянской молодежи, на котором и было провозглашено создание РКСМ. Инициатором создания и главным идеологом комсомольской организации стал Владимир Ильич Ленин. А задачи Союзов молодежи, зачитанные им на Третьем съезде в октябре 1920 года, стали основным идейным документом комсомола на долгие годы. На тот момент в рядах Союза молодежи насчитывалось уже около полумиллиона человек. Пятый съезд комсомола, собравшийся в октябре 1922 года, утвердил значок. На флажке в центре звезды расположили буквы К и М, что означало «Коммунистический интернационал молодежи». В том же 1922 году под руководством комсомола была создана Всероссийская детская организация, позже Всесоюзная пионерская организация имени Ленина. А к 1941 году в Советском Союзе было уже более 10 миллионов комсомольцев. В 60-е и 80-е годы прошлого века в ряды в ЛКСМ принимали практически всех учащихся общеобразовательных школ, достигших 14-летнего возраста. В то время армия комсомола насчитывала более 40 миллионов парней и девушек. А всего через членство в комсомоле прошли свыше 200 миллионов граждан СССР. А это на 60 миллионов больше, чем население современной России. Поэтому я с полным основанием могу назвать столетие комсомола почти всенародным праздником. Тем более, что за подвиги, совершенные в годы Гражданской и Великой Отечественной войны, а также за успехи в соцстроительстве, комсомол был награжден шестью орденами. Однако славная история организации официально закончилась 27-28 сентября 1991 года, когда в Москве прошел 22-й чрезвычайный съезд ВЛКСМ, который и объявил о распуске комсомола. Что касается городского комсомола, то его история тоже неотделима от истории великой страны под названием СССР. Отсчет нашей комсомольской истории надо вести от 1946 года. Тогда, в год создания нашего объекта, в нем появились политотделы, объекты и стройки, в которых были введены должности помощников, начальников политотделов по комсомолу. В политотделе объекта им стал Иван Александрович Бодренко. В политотделе строительства был назначен младший лейтенант Сергей Иванович Волков. Таким образом, Бодренко и Волков стали первыми комсомольскими руководителями объекта и стройки. В мае 1949 года в здании киноклуба, ныне это здание городского музея, было создано комсомольское собрание объекта, где впервые был избран комитет комсомола объекта во главе с Валерием Остроумовым. Первый состав работал меньше года. А весной 1950 года был избран новый состав во главе с Игорем Чугуновым. В 1952 году на объект прибыла Любовь Яковлевна Пахарькова, работавшая несколько лет в аппарате ЦК ВЛКСМ. В 1954 году объект получил статус города, а 23-24 сентября 1956 года состоялась первая городская выборная конференция. Первым секретарем горкома комсомола был избран Георгий Дмитриевич Куличков. Для моего поколения он и остается секретарем номер один. От него мы впервые узнали историю как комсомола, так и самого города. Кстати, тогда, в момент создания, входила наша организация в состав Арзамасской областной комсомольской организации. Здесь я сознательно не стану называть фамилии ярчайших личностей, которые были во всех поколениях. Поэтому ограничимся перечислением поколений городского комсомола через соответствующие периоды работы первых секретарей горкома. А всего их было 11 человек. Куличков Георгий Дмитриевич, Жарков Владимир Петрович, Куликов Геннадий Григорьевич, Такоев Валерий Николаевич, Костин Валерий Михайлович, Макаров Игорь Григорьевич, Галузин Александр Юрьевич, Калачев Алексей Николаевич, Чешко Александр Вячеславович, Ситников Иван Иванович, Лопашов Вячеслав Викторович. Череда тех славных комсомольских свершений венчает одна историческая веха. 22 апреля 1974 года накануне 17 съезда ВЛКСМ указом Президиума Верховного Совета СССР за большие заслуги в хозяйственном и культурном строительстве. Активная работа по коммунистическому воспитанию молодежи Кремлевская городская комсомольская организация была награждена Орденом Трудового Красного Знамени. А 26 октября 1976 года состоялось еще одно знаковое событие. В тот день был образован комитет комсомола в НИИФ. И самым первым руководителем комитета стал Марлен Михайлович Гусев. Особо стоит сказать о том, что бывший первый секретарь горкома комсомола Валерий Николаевич Такоев и бывший заведующий Орг. отделом горкома комсомола Геннадий Закирович Каратаев являются почетными гражданами города. Мы до сих пор гордимся, что наш город дал 23 лауреатов премии Ленинского комсомола. Приведем этот список по хронологии присвоения этого высокого звания. Есть город в просторах России, такой же, как сотни других. Зимой он укутан красиво в пуховые шали-пурги. А летом он в зелени кленов и в липком цвету тополей. В нем творческий гений ученых сливается с музыкой дней. Он весь вдохновение и поиск, в учении, в работе, везде. Он пишет красивую повесть о жизни и счастье людей. Конечно, наш город не прима, не первоисточник всего. Но в том, что смягчается климат, большая заслуга его. В цехах, в институте, в квартирах, работая ночью и днем, он многое сделал для мира. А мир и не знает о нем. Но тем, кто болтает о силе, не лишним бы было учесть. Есть город в просторах России. И мы его гордость и честь. Наверное, не все знают, что руководители Росатома в свое время были лидерами комсомола. Сергей Владимирович Кириенко – секретарем Горьковского обкома. В тот временной период, когда Росатом только-только реорганизовывался в госкорпорацию, у него работал заместителем Владимир Валентинович Травин. Горожанам он известен как секретарь комитета комсомола отделения 4 института и как один из основателей Саров бизнес-банка. Нынешний глава Росатома Алексей Евгеньевич Лихачев ранее работал секретарем Горьковского горкома комсомола. Между прочим, родился он в нашем городе. И сохранилась фотография, где его отец, молодой секретарь комитета комсомола, одного из секторов института, Евгений Лихачев, запечатлен в зале Дворца культура во время комсомольской конференции. Валерий Игоревич Лимаренко, возглавлявший комитет комсомола института в конце 80-х годов, ныне президент компании «Атомстройэкспорт» и «НИАЭП», являющихся мировыми лидерами в строительстве атомных станций. Директор нашего ядерного центра Валентин Ефимович Костюков и его заместитель Геннадий Алексеевич Карташов также прошли школу горьковского комсомола. А завершила свою работу наша городская, кремлевская, как тогда называли, комсомольская организация, как и подобные организации по всей стране, после неудавшегося путча в 1991 году, который, кстати, возглавлял бывший секретарь горьковского горкома комсомола Янаев, посещавший в прежние годы и наш город. Вот на этой фотографии он в центре, среди секретарей горкомов комсомола нашей области. Но с исчезновением такой силы, как комсомол, кто-то должен был решать молодежные и иные проблемы, которые в то время только множились. Поэтому местная власть не допустила в этой сфере какой-либо пустоты. После распада горспортсовета была введена должность помощника, заместителя председателя исполкома по физкультуре и спорту. Тогда же был создан Центр внешкольной работы. В 1991 году учрежден правоприемник пионерии, Союз детских организаций «Сияющие звезды». Ну а в 1992 году отдел по делам молодежи, спорта и туризма, ныне выросший в департамент. Ваш покорный слуга участвовал во всех этих событиях, но это уже совсем другая страница истории города. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова